МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш комплекс состоит из восьми жилых домов, 15-этажных. Четыре дома уже введены в эксплуатацию и сданы. Сейчас строится четыре еще дома. В этом году планируем весь комплекс завершить и сдать. Восьмой, седьмой, пятый, шестой корпуса. Ближайшая сдача у нас восьмой дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там внутренние все дома мы планируем сдать консулы. Ну, 15-го года полностью обладают строить комплекс и полностью сзади. Ну, все это в этом году. Все, видите, дома уже завершены. Здесь тоже коробочка полностью готова. Все, увидим, что на леднии когда-то здесь было, оп. Плавка осталась на одном этаже. Все лифтовые шахты сейчас закрываются. Нужно остаться несколько месяцев дохода, и дома уже будут завершаться. Система уральность. Вот три вечера. Вот спортивная площадка, водецкие площадки. Уже заведен грунт. Да, сделано благоустройство. Выложены дорожки тротуарной сливкой. Система водоотведения обязательно присутствует от ливневых вод. Скоро приедут в деревца, но не советую. Система автоматическая врукогранка. У нас на всей территории комплекса будет снимать. А дом у нас цвета зеленый. Подстригаюсь. Здесь, чтобы там весь топливо, а у них трубочки приведены. Здесь высадят склончики, рулончики. Раскатают травкой и их растяем. Система водоотведения обязательно присутствует от ливневых вод. В территории вся вода уходит. То есть, поток скоро идет. Здесь у нас никогда нет воды. Никогда нет подтопления территории. Видишь, как вода от вода? Здесь воды никогда не будет. Не будет. У нас за территорией большая система водоотведения. Вода? Нет, вода, если вы имеете вот такую воду, то она здесь всегда есть. Она не по графику, она постоянно у нас. Юля, еще скажи, квадратура и повторите стойку. Квадратура однокомнатных от 309 квадратных метров без учета лоджии. С лоджия 35 квадратов. И стоимость от 1.966.200. Есть побольше квартиры у нас однокомнатные. Их 48,8 квадратов. Цена 2.635. Вот лоджия. Освегленное окно. Вот на комнатную квартиру. То есть 4 квадрата. 3,8 квадрата. И квартиры в большом уже раздельной санузел. Отдельно ванна, отдельно в туалет. Есть своя кладовочка. Сейчас здесь комнате тихо. Смотрите, я закрою окошечку на карушине. Смотрите, я открыла окошечку. Насколько сразу у меня шум настало. Теперь заходите, мы послушаем. Сейчас я закрываю окошечку. Все. То есть, вот вопрос. Как люди у вас в 4 домах живут, в же стройках? Вот, пожалуйста. В домах у нас, смотрите, монолитный каркас. Заполнение газобетоном с пененным блоком, да, чтобы сам по себе, который является хороший теплоизоляционный материал. 20 сантиметров стена наружнее. Плюс утеплитель техно-никольевская минераловатная плена 10 сантиметров. Толщина стенки 30 сантиметров. И с хорошим теплоизоляционным материалом. Все по сетке декоративная штукатурка. Поэтому, получается, дома у нас очень теплые. Сейчас все окна закрыты. Мы находимся, вот у нас дорога идет по Николу. Сейчас мы зайдем в такую же квартиру, где Москарское шоссе, чтобы вы понимали, что шоссе – это очень большое громкое название. По факту там ездят 3 автомобиля в минуту. Вот я открою сейчас, вот мы слышим стройку. Стройка работает, где машины ходят. Это кухня, да? Кухня с суперзитом, как большая. Кухня здесь 18, почти 19 квадратных метров. С кухней тоже есть балкон. Большой, огромный, на котором можно сделать рабочее место. Зону омпетра. Здесь, кто-то почерпал? Причем, это самая маленькая, которая есть в нашем санузеле. Санузел тоже, зайдите, посмотрите по размеру. Стандартный, он большой. Сюда помещается и ванная, и стиральная машина помещается, и туалет. Когда вы зайдете просто в квартиру, и кажется, что манит. Вот, прекрасно, смотрите, здесь ставится стиральная машинка. Здесь можно сделать колочки под полотенцем. Поменяете. Мы сейчас находимся в квартире 66 квадратных метров, это двухкомнатная квартира. Вот в таком виде сдается квартира. Что здесь есть? Здесь есть стяжка пола, шумоизоляция 9 мм положена. Вы как раз были в подобном объекте, спрашивали про шумоизоляцию. Здесь обычный застройщик кладет, хороший застройщик, 3 мм шумоизоляцию на пол. Мы кладем 9 мм. Еще вопрос такой, Калина. А менеджер сам верит, что дом сгодут в этом году? Второй литер вообще не готов. Поймите, пожалуйста, вот второй литер не готов. Мы сейчас с вами пойдем, а второй литер сходим, безусловно. Да, вы видите, все работы, внутренние и нарочные, которые необходимы. Поэтому, ну, такие вопросы задают настройки. Вот введите настройки, введите своими глазами. Есть в каждой квартире вытяжка породовая. Что это значит? Это значит, что если над вами или под вами кто-то будет готовить еду, у вас пахнуть ни в коем случае не будет. То же самое в санузле. Это мы зашли в однокомнатную квартиру, 37,3 квадратных метра. Это самая маленькая однокомнатная квартира, которая у нас представлена, в принципе. Вот, сейчас мы находимся в жилой комнате. Если вы вешаете себе кондиционер, внутренний, наружный блок, то, соответственно, нету таких дуров. Момент, когда капает на улицу, на голову прохожим. То есть, соответственно, вы вешаете систему, подключаете ее в дренаж. Дренаж уходит даже до самого низа, то есть до благоустройства. И в подборовой части, либо подземным образом, у нас уже уходит в дренажную систему. У меня чуть-чуть от главной настройки и окна, когда дом садился, тоже дали свою усадку. Ну, они будут уже сделаны, под усадку они не поведут. Вы делаете вот эти вот тоже, как и там показывали, да? Это заполнение. Центральное отопление, да, и у нас есть два ЭТП. ЭТП – это индивидуально тепловой пункт, который находится в каждом доме. На техническом отражении – это внизу на минус втором этаже, где вода, которая приходит с города, она подогревается до комфортной температуры и подается по домам. У нас что на воде, на питьевой, что на тепловой воде, у нас есть две степени подачи воды. То есть, да, 12 этажа работают эти насосы, 12 этажа – это дополнительный насос след, который нагнетает давление, чтобы не было проблем с водой, с давлением воды в квартире. Для плоскетия у нас предусмотрены также и в емкости, в которой набирается вода. В случае того, что их включили, то есть полноценно вы можете двое суток выделить. У нас 9 баков, а не 9 в водах, так, 27 в каждой. Соответственно, из расчета 300 литров на человека, да, в принципе, вполне хватит, чтобы дождаться, когда уже подключат воду. Продолжение следует...